У меня есть дочь от первого брака, она ушла, развилась со мной и полностью инерирует мне звонки, ребенка настаивает против меня и не дает с ней видеться вообще. Я подал в суд на порядок встречи, выдал его, и госорганы бездействуют, ничего не происходит. Она так и не дает вам встречаться. Нет, у меня новая семья, дочь родится, привязанная сильная, до 4 лет от своего дочери воспитывала, там вся семья против меня, непонятно по каким причинам. Мне понятно? Да, мне было понятно, точно. А вы как, вот как вы расстались с вашей женой? Ее измену, она ушла в туловину, очень просто, в нашем родственном мире. А почему она ушла? Разная, ее маяк, хотя духовностью занималась. Ну, лживая. А? Лживая, сильная. Совершенно разная, не убедила, пока мне было положено. Вас не хватает чувства собственного достоинства мужского. Вас слабое чувство собственного достоинства. Она вас не уважала из-за этого. Надо стать сильным человеком. Пока вы будете слабым, в жизни ничего не будет получаться. А вы слабым не будете? Может быть, вы не слабый в этом мире, то есть в деятельности, но вот с ней вы очень слабо себя ведете. Слабая позиция. Или слишком жесткая, или слишком такая, ну как бы слабая, не сильная позиция. Она вас не уважает. Невозможно не уважать сильного человека. Это невозможно просто для женщины. Она вас не уважает. В этом вся проблема. А мне в этом что-то совершили? Вы ведь продаете? Нет, просто так действует ваша судьба. Вы с этим ничего не сделаете. Ваша бывшая жена тут ни при чем. Судьба. Два года назад начался тяжелый период, связанный с отношением с дочерью. Такой труднопреодолимый период. И он через три года закончится. То есть через три года что-то произойдет такое, что вы сможете общаться с дочерью. Или, по крайней мере, легко можете добиться этой возможности. Не так, как сейчас. Мне просто в то время было страшно. Мы тогда развелись, она много мужчин меняла. Одного другого сразу входило отношение, сразу близко. Я думаю, у дочери резонанс. И каждого она пыталась, чтобы дочь... Вы не сможете прожить за свою дочь жизнь. Сейчас происходит влияние ее судьбы на ее жизнь. Вы не можете ничего с этим сделать. Надо молиться за нее просто и все. Что? Три года не ожидайте. Спасибо. Вам не... Вы ничего не поняли из моего ответа? Нет, я понял. Что вы поняли? Через три года будет изменение, будет возможность... Это глупое понимание. Нет, я понимаю, что это... Вам надо понять, что вы властелин своей судьбы. Вы можете сейчас начать молиться за дочь, и с ней ничего плохого не будет вообще. Просто ничего плохого не будет. Больше того, если вы будете сильно молиться, то даже вот эта разлука, она перестанет существовать. Сначала на уровне сердца вы будете ее чувствовать. А потом дальше, может быть, и возможность появиться с ней общаться. Человек, который занимается духовной практикой, то есть внутренней жизнью занимается, нет препятствий таких, как вот, которые сейчас у вас есть. Я бы точно его преодолел, это препятствие. Оно не такое сложное. Если сконцентрироваться, помолиться, то оно преодолевается. Но вы выбрали путь просто ждать лени. Путь лени вы выбрали. То есть вы сначала сражались снаружи, то есть думаете, что с какими-то искусственными методами можно ситуацию поменять. Она меняется в сердце всегда, эта ситуация. Путь сердца — это самый правильный путь в жизни человека. Надо стать сильным духом человеком. Дух слабый у вас сейчас пока. Нет силы. Истощен на внешние дела. Не надо было тратить время. Когда человек игнорирует тебя, не хочет тебя видеть, ненавидит, злится, не надо пытаться его победить внешне. Надо побеждать ситуацию в своем сердце. Потому что внешне он против. А в сердце защитить никто не может от любви. Если вы прощаете бывшей жене, любите свою дочь, никто не может препятствовать этим отношениям. Вы сердце с дочерью связаны. Никто не может встать между вами и ей. Никто. Поверьте мне. Точно так же вот кто-то пытался между нами с вами встать. Я просто помолился. И нашли другой зал. Все. Знаете, если люди любят друг друга, то их не разорвать. Невозможно ничего сделать. Спасибо. Спасибо.